Раптор больше не ровня. Каким будет новый российский истребитель? Сверхманевренность, многозадачность, современное вооружение и большие перспективы. Ровно 10 лет назад, 29 января 2010, истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в небо. И хотя за эти годы из сырого опытного образца самолет успел превратиться в полноценную боевую единицу, работа по проекту продолжается. Уже в ближайшее время Су-57 массово пойдет в войска. Одна из главных задач отечественного ПК освоит производство двигателя второго этапа, более известного как изделие 30. Именно его в дальнейшем планируют ставить на серийные истребители. Пока же новые Сушки летают на двигателях четвертого поколения. Изделие 30 испытывают с 2017. По сути, это абсолютно новый двигатель, созданный с чистого листа, а не модернизированная версия предыдущих моделей. С ним, в частности, Су-57 сможет поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость без использования форсажного режима. Это одно из ключевых требований Минобороны к самолету пятого поколения. Большинство характеристик нового двигателя пока остаются под грифом секретно. Однако уже точно известно, что самолет будет гораздо быстрее взлетать и набирать высоту, а также эффективнее маневрировать в воздушном бою с большими перегрузками. Этого удалось добиться во многом за счет увеличения тяги. Максимальный показатель достигает 11 тысяч кгс, на форсаже более 18 тысяч кгс, тогда как двигатели первого этапа развивают тягу 9,5 и 15 тысяч кгс соответственно. При этом удельный расход топлива остался на прежнем уровне. Еще одна важная особенность изделия 30 – плазменная система зажигания. Благодаря ей в камере сгорание исключается так называемое «факеление», когда из сопла на определенных режимах вырывается длинный огненный шлейф. Отсутствие факелов позволит существенно снизить заметность истребителя в видимом инфракрасном диапазоне излучения. Параллельно с доведением до ума двигателя продолжается доработка испытания целого ряда бортовых систем, узлов и агрегатов нового истребителя. Причем не только на российских полигонах. В 2018-м два самолета прошли обкатку в реальных боевых условиях в Сирии. За двое суток летчики выполнили более 10 вылетов. Кадры боевой работы сушек Минобороны ранее опубликовала на своем сайте. Сообщалось, что для подтверждения заявленных характеристик военные на практике проверили интеллектуально-информационно-управляющий комплекс, работу всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторах. В конце 2019-го начальник генштаба Валерий Герасимов рассказал, что Су-57 успешно прошли второй этап обкатки в Сирии и провели повторную апробацию, в том числе и новых образцов ракетно-бомбового вооружения. Какое именно оружие тестировали в Сирии, в Минобороны не уточнили. Однако, по словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, самолет способен нести множество средств поражения. Какие-то уже созданы, другие разрабатываются. Максимальная боевая нагрузка Су-57 порядка 10 тонн. Он сможет применять управляемое и неуправляемое оружие, крылатые ракеты класса воздух-воздух, малой, средней и большой дальности, ракеты класса воздух-поверхность, корректируемые авиабомбы различных калибров. Не исключено, что после 2030-го 57-е станут носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». По последним заявлениям руководства Госкорпорации Ростех, масштабные поставки Су-57 ВКС России начнутся уже в нынешнем году. Контракт на передачу 76 истребителей подписали в 2019-м. Изначально планировалось, что к 2027-му Минобороны получат 16 единиц, но темпы производства решили форсировать, а объем поставок резко увеличить. Ожидается, что из-за перераспределения, сокращения стоимости и повышения эффективности производства, цена одной машины снизится на 20%. Так, по планам Минобороны до 2028 года на Су-57 перевооружат сразу три авиационных полка. При этом новые машины будут работать в тесной связке с беспилотными летательными аппаратами «Охотник», проходящими сейчас испытания. Напомним, работы над созданием самолета пятого поколения начались еще в 1980-х. Планировалось, что он заменит в войсках сразу два типа боевых машин – тяжелый истребитель Су-27 и высотный перехватчик МиГ-31. В списке основных требований к перспективному истребителю оказались многофункциональность, возможность одинаково эффективно уничтожать воздушные и наземные морские цели, малозаметность в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн, а также сверхманевренность, способность совершать управляемый полет на малых скоростях и больших углах атаки. Предложения по проекту поступили от нескольких ведущих конструкторских бюро. В конкурсе победил ОКБ Сухого. Официальные работы над созданием перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации ПАКФА пятого поколения под индексом Т-50 стартовали в 1999. В итоге конструкторам удалось создать для ВКС России действительно передовой и конкурентоспособный истребитель, повышенный интерес к которому проявляют и зарубежные заказчики. А на этом все, с вами был канал ТОП-Арми. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. А я с вами прощаюсь, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова